Друзья, всем привет! Это программа Есть Тодей, это Иван Чужинов. Ирина Мигунова и наш несменный спонсор Арсеневский молочный комбинат. Арсеневский молочный комбинат. Репутация дороже прибыли. Репутация дороже прибыли. Очень вкусного творога от нашего друга. Подожди, тогда почему это не сырники? Потому что не все, что сделано из творога, сырники. Вот не было тебя давить, а у меня были шанишки. Тоже творога? Да. Вообще, творожная душа и вариантов блюд из творога очень много. То есть это печенюшки? Да. Мигунюшки? Это будут мигунюшки, хорошо. У меня есть у тебя задание. Давай, я готов. Съезжай банку сахара. Вот тебе банка сахара. Давай. Щепать готовь. И вот так обильно. Обильно и нежадно посыпай. Слушай, знаешь, что напоминает? Я помню в детстве любимый десерт хлеб с маслом и с сахарочком. И сахаром. Смотри, что я буду делать. Я буду делать вот эти вот штуки. Мигунюшки. А, все. Помнишь эту прелесть? Конечно. Это, кстати, один из моих любимых печенюшек. Медвежьи ушки. Друзья, медвежьи? Ну, или как они называются, по-моему, медвежьи ушки. Пусть будут медвежьи. Улиточки. Дело в том, что это печенье уникально чем? Ты его приготовил. Вот много у нас, да? Гипотетически предположим, что его не съели. Что не бывает на телемиксе, но все же. Ну? И оно засохло. Что мы делаем завтра, послезавтра, через неделю? Микроволновочки. Да, мы разогреваем микроволновки, и оно тут же становится опять воздушным, мягким, как будто бы только что из печени. Хотя, с другой стороны, печенье зачем разогревать? Оно же должно хрустеть. Да. Но здесь, видишь, есть такая опция, которой нет ни у кого больше. И мне кажется, это супер вообще свойство. Да, тут мало. Я согласен с тобой. Опять же можно еще делать разные формы. Ну, вот мне вот такие нравятся, потому что в детстве почему-то мне казалось, вот такая форма самая правильная. Слушай, да, я тут есть какое-то такое вот, ну, какое блюдо правильное, да, из-за формы. Например, вот. Все. И я продолжу твою мысль, если я понимаю, да? Я просто не нашел пример, не вспомнил. Ностальгия. Каким образом она влияет на наши вкусы? Есть даже такой термин, называется комфорт-фуд. Комфорт-фуд – это та еда, которая тебя отсылает в детство. И даже если она сомнительная, на первый взгляд, если бы ты ее попробовал сейчас, но она для тебя, ну, самая шикарная, прекрасная, потому что она когда-то у тебя была в детстве. Да, это импринтинг есть еще у нас такое понятие. Так что комфорт-фуд – это как раз то, чем будут являться наши сегодняшние печенья. Я вот говорю, я просто вспоминаю, что вот я сразу не нашел пример, правильно есть этот бутерброд с колбасой. Колбасой наверх или вниз, вот какая-то по-матроскински, да? Вот так и здесь, что вот это, допустим, уже неправильно. Ну, типа, вот у меня… И помнишь слойки? Я знаю, ты хочешь меня прерывать. Я хочу тебя прерывать на прогноз погоды, а потом дорасскажешь свою супер-историю. Друзья, свой штрих финальный Ваня внес. Кучки сахара насыпал, хотя я просила равномерно, Ваня, распределять. Вообще, я сейчас доработаю свое дело, не переживай. Вот, кстати, из вот этих вот мелких можно будет что-то изобрести. А ты вообще можешь что-то изобрести и не улиточку вот такую делать, а… Я сейчас подожди, я сейчас замочу. Тебе одну даю даже, даже, может быть, две. Так вот, к детству, да, вот отсылки. Вот, смотри, вот раньше были эклеры, да, допустим, и они были всегда с заварным кремом. А сейчас раз – и со сгущенкой. И ты такой, ну, как бы, в то же жизнь вкусно, но как будто бы неправильно уже. Держи. По-моему… Пельмешку, нет? Не то? Вань, ну, будь, пожалуйста, чуть-чуть изобретательней. Ну, хоть немножечко. О! Это теперь у нас… Это… Китайское печенье с предсказанием. Я помогла тебе. Давай. Ну, так, еще один шанс. Так, еще один шанс. О, я уже придумал. Хорошо, договорились. Раз. Я хочу, опять же, отсылки сделать к детству, что нам кажется до сих пор более правильным то, что было когда-то. Чему нас научили? Что мы первый раз попробовали? Что мы сделали когда-то в первый раз? И здесь громадное значение, я считаю, имеет то, как ребенок постигает, да, первые свои какие-то дела, действия, опыт приобретать там или иначе, образовывается, узнает новое. Кто помогает? Наставники. Наставники. Это же, как говорят, когда Макс Фадеев сказал одну фразу, учитель-враг, наставник-друг. Вот, мне, кстати, она почему-то въелась, да, в мозг мой. Ну, что-то в этом есть, конечно, вопрос терминологии. Ну, тут, мне кажется, тут имеется в виду не про профессию учителя, да, там, а именно, как, ведь любой учитель, он может быть наставником, а не вот этим вот, который вот так вот делает, давай, вот это учитель. Не каждый учитель наставник, но каждый наставник учитель. А наставник говорит, попробуй, не получилось, попробуй снова. Вот, типа того, наверное, я не знаю, это больше, мне кажется, философское такое понятие. А ты права, да, потому что любой первый опыт, он же как фундамент потом ложится. И, наверное, проще научиться изначально, чем потом переучиваться, как-то так. Великие люди есть, знаете, друзья, среди нас. И сегодня они, кстати, отмечают свой профессиональный праздник. Это те самые наставники, те самые учителя, которые не школьные, которые сопровождают взросление наших детей еще с детского сада. Которые первые рассказывают о том, что такое хорошо и плохо, если этого не сделали родители. Первые узнают то, как нужно к чему-то подходить творчески, да, к чему-то обучаться. Опять же, ну нет дома нужды. А в детском саду вот социум тебе и нужда появилась. Отдельно хочу заметить, что большую роль, как мне кажется, играют творческие люди. Творческие люди в жизни ребенка. Так все-таки о ком ты говоришь? Так сразу после наших, ваших друзья, новостей. Вот так вот очень медленно я подхожу к теме нашего сегодняшнего эфира и к нашей замечательной гости. Но узнаете вы сразу после ваших новостей. Музыкалку уже 6 тетрадей купила. Вот сейчас наконец нашла, которая нужна. Вообще позитив, огонь. Ребенок на первый класс. Первый класс. Интересный будет опыт. Погода, три дня хорошо стояла, это уже хорошо. У нас в сентябре обычно такая жара, а тут хопа и было холодно-холодно, а сейчас такая сусновая жарка. И вам это нравится? Да. Супер. Не предсказанно. Еще в декабре тоже плюс 10 стояла, было вообще бы. Переехала недавно, ближе к рабочим, в центре города. Радует, плюс, наводить порядки в это время минус. А почему? Энергозатратно. Ребенка забрали в садик, идем на танцы. Месяц уже входим, уже подготовка у нас к танцам. В декабре у нас первое выступление уже будет. У меня внук родился. Так, а это первый внук? Нет, четвертый. Ого, так много-внук. Это вообще хорошо, замечательно. Внучка и три внука. Друзья, у меня все готово. У нас, прости, у нас все готово. Да, вот, слушай, тут две мои, так что у нас, конечно же. Я имею свой процент. Я с первого раза определяю, какие твои. Ставлю в духовку. Я надеюсь, что успеет все испечься, пока наша гостья придет к нам в гости и будет кормить. А я пока расскажу, что у нас у нашего друга-соратника-партнера и надежи Арсенинского молочного кабинета со вчерашнего... Акция. Да, числа. Акция – это скидочки, наплавленные сырочки, а там есть, знаете что, там есть сливочные обыкновенные, там есть с огурчиками, это, кстати, вообще мой фаворит, есть с грибами и пахнет, представляете, грибами. А еще есть классический обычный скал, про него, да? А еще есть шоколадный, для тех, кто любит сладенькое, десертики. Ну и это еще не все. 190 рублей всего лишь, вот такая вот коробочка. Замороженная, пломбир-суфле. Да, это очень вкусно тоже. 190 рублей. Можно, кстати, ложечку легко кинуть в чаек, в кофе и будет вам гляссет. Да, на Суханово 36, друзья, всегда еще дополнительные есть конкурсы, поэтому приходите. На Некрасова нет. Там будут разыгрываться огромные наборы продуктов. На Некрасова 89 нет. Ну вот на Суханово, на Суханово. Чаще вызывают 36. Кто вот рядышком, там, здоровый, да, на Суханово 36, видите. Чай. Ванечка, чай для нашего гостя и для нас с тобой. Ирин, да, у меня к тебе вопрос. Да. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю? Да. Имейте возможность путешествовать. У меня очень давно сформулированная мечта. Я, кстати... Она такая размытая. Я знаешь о чем? И постоянная. Интересно. Размытая она, постоянная. Я знаешь о чем, к чему это спросил? Сегодня Международный день мечты. Мечты? Да, поэтому все, кто о чем-то мечтает, мне кажется, знаешь, надо посоветовать, что? Хотя бы маленький шажочек сделайте в направлении к своей мечте. Или хотя бы напишите бумажечку, мечту и вот по задачам, что вас приблизит. У меня мечтательный взгляд. Да. Мне кажется, я ведь практично очень поступила, выбрав себе мечту. Ее невозможно достичь, чтобы выдохнуть. Такой, ну все, мечта. Мне больше не о чем мечтать. Вот Артемий Лебедев, который посетил все страны вообще на нашей планете, вот он исполнил эту мечту. Я думаю, что у него тоже не мечта конечная, а мечта процесс. О, у меня мечта процесс. Вот, смотри, знаешь, в чем прелесть, вот как вселенная, она же постоянно расширяется, да? И мне кажется, за всю даже свою жизнь, даже если ты будешь день тратить на то, чтобы побывать где-то в новом месте, ты все равно, каждый уголочек... Конечно. Сколько водоемов, сколько горов, сколько... Это неисчерпаемый, кстати, ресурс для такой мечты. Вот путешествовать обожаю. Уже много где было в нашем Приморском крае. Ваня к нам присоединился в этом сезоне. Да, да. Он тоже стал ставить флажочки на карте. У меня уже есть списочек небольшой, куда я отправлюсь следующим летом. Потому что можно было бы и зимой, но не тот вид, не та атмосферка будет. Для зимы сложнее. Для зимы есть Таиланд. Сложнее. Отпуск у меня только летом, это раз. Да, тебе вот так. С зимой мне сложно вообще из-под одеяла выбраться. Ну вот говорю, зима, мне кажется, она больше, знаешь, про плед, про горячее какао, про... Про сериальчик. Про лампочки цветные там, ну, желтенькие, да, беленькие, наверное, на стенках. Есть горнолыжные курорты, но после сломанной ноги как будто бы я повесила свой сноуборд в чулан. Я вообще вот, знаешь, я вот в прошлом году, по-моему, это было, нет, это зимой, январь, я отправился на базу, мы там взяли тюбинги, потом коньки, потом лыжи, взяли и поставили назад. Потому что мы, я прокатился два раза с горки, я вроде человек спортивный, я вроде люблю вот лазить, но не моё. Но пенсия никуда не делается. Да, я просто вышел такой, да ну нафиг, и вернулся в домик, потому что вот эти килограммы одежды, оно мне прям вот не нравится. Я летом готов ползти на горы, на скалы, нырять, плавать, что-то ещё делать, и мне в кайф, а когда зимой, можно я просто... И что-то прекрасное, друзья, а мечты, они формируются с детства. Сейчас мы посмотрим рекламу, и в следующем уже блоге будем знакомить вас с нашей сегодняшней гостей, которая формирует детские мечты. Я считаю, что это самое точное определение. Друзья, скоро увидимся. Друзья, всем привет, это программа Есть Тодей, это Иван Чужинов. Это Ирина Мигунова, а это мороженое, это молоко, это квас от нашего чудесного спонсора Арсеньевского. Трёх спонсоров даже. Трёх спонсоров. Молочного комбината, квасного комбината и мороженого комбината. Арсеньевского. И все наши. Арсеньевский молочный комбинат. Репутация дороже прибыли. Я же не просто так взял твоего в руки. Ты же понимаешь. И ты не посягнёшь на него. Я ни в коем случае, потому что оно... Это артефакт для нашей гости. Давай уже, представляй, зови. Друзья, мы сегодня много говорили о влиянии, наверное, педагогов дошкольного образования на формирование личности человека, маленького, но большого человека. И сегодня у нас в гостях в профессиональный свой праздник, верно? День воспитателя и дошкольного работника. Сегодня у нас в гостях Лариса Шапошникова. Здравствуйте, Лариса. Проходите к нам в студию. Музыкальный работник дошкольного отделения школы номер 11. Это наш вам подарочек. И чаёчек. Можно, кстати... Доброе утро, Иван. Доброе утро, Ира. Доброе утро, Уссуриск. Спасибо большое. Рада побывать у вас в гостях. Тем более, что у вас так вкусно. Да. Аксакалы телемикса, я думаю, помнят Ларису как Анфису. Правильно? Это одна из первых ведущих утренней программы на телемиксе. И так приятно, что ты опять вместе с нами сегодня здесь, но в другом пула. Да, спасибо. Кстати, скажу, столько лет прошло. И прям сегодня, как в первый раз, очень волнительно. Я нервничаю. Не надо. Съешьте мороженку и выпейте чаёчку. На выбор можно сразу вместе. Можно мороженое туда накидать и отпустить. Значит, работала Лариса на телемиксе. Работала-работала. Потом ведущей работала. Работала и много где работала. И в итоге нашла-то ты себя, Лариса. Оказывается, в педагогике, верно? Как вот этот вот путь от того, когда ты даришь себя людям, свое творчество и прочее, ты пришла вот к самым малышам и начала дарить себя им. Расскажу коротко. Вообще-то вся моя трудовая деятельность, она-то и началась с педагогической деятельности. Потому что первый мой опыт работы... Нет, абсолютно нет. Первый мой опыт работы состоялся еще в школе. Я работала учителем по истории древнего мира. Двадцать восьмая школа моя любимая. Тебе огромный привет. И вас тоже с наступающим праздником. Он совсем скоро 10 лет. Сейчас Дикубович должен выйти. Да. И мне тогда было 23 года. Я пришла. И я проработала в школе более семи лет. Занималась и тем, что вела уроки по истории. И дополнительно я занималась работой организатора. Это всевозможные праздники для школьников, внешкольные мероприятия. Мы играли со старшеклассниками в КВН. Наша КВНовская команда занимала призовые места. Мы были чемпионами нашего города. Ну и много чего еще мы творили и делали. Это, конечно же, и выпускные. Тогда они еще отмечались в школах, в спортзале, если кто помнит. Да, да, да. И разные другие мероприятия, которые... Поэтому жизнь у нас была веселая, насыщенная. Несмотря на то, что это были такие лихие 90-е, когда в принципе не было ничего. И зарплат в том числе. У нас вот как-то хватало сил. Ты уже тогда начала сочинять способы развлечения детей. Да, 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 да. Бюджетные способы развлечения детей. Ну а потом как-то вот от педагогики ушло. Потому что меня позвали действительно на телемикс. Здесь как-то было интереснее, мне тогда показалось. Больше свободы, больше какого-то творческого, мне казалось, начала. Ну и так жизнь закрутилась. И я, в принципе, никогда не планировала возвращаться в педагогику. А уж тем более в детский сад. Друзья, как это произошло? Не собиралась, но оказалось. Мы узнаем сразу после нашей рубрики то, что доктор прописал. Секреты красоты, долголетия и гармонии в рубрике «То, что доктор прописал». Здравствуйте! Проблемы со щитовидной железой есть у большинства людей на этой планете. Причины для этого разные. И стрессы, и неблагоприятная экологическая ситуация, и недостаток полезных веществ в продуктах питания. Выявить возможные проблемы со щитовидной железой помогает УЗИ. Об этом поговорим с доктором, с Андреем Чехрановым. Андрей, когда нужно вовремя обратиться за УЗИ щитовидной железы? В первую очередь, это назначает терапевт, либо эндокринолог, либо педиатр. И по определенным симптомам, например, першение в горле, либо чувство комка, либо нарушение обмена веществ, набор вес. Много различных патологий, связанных именно с нарушением метаболизма, то есть обмена веществ, может привести на УЗИ щитовидной железы. Но есть состояние, точнее возраст, при котором УЗИ щитовидной железы назначается без каких-либо показаний. Это скрининг при поступлении в Кадетский и Суворовский училища. То есть в возрасте 10-11 лет всем подряд обязательно пройти УЗИ щитовидной железы, чтобы исключить тиреидит. То есть у нас наш регион эндомичен по дефициту йода, и из-за этого у многих возможна либо гиперплазия щитовидной железы, то есть увеличение ее, либо воспаление уже. То есть детям тоже можно делать УЗИ щитовидной железы? Не можно, а даже нужно. Как я уже сказал, дефицит йода может приводить к ее увеличению. А есть еще такое состояние, как аутоиммунное поражение, то есть иммунитет к своим собственным клеткам вырабатывает антитела, грубо говоря, аллергия. И, например, на такое вещество, как глютен, вырабатывается аллергия и антитела к клеткам щитовидной железы. И это очень красиво видно на УЗИ. Называется синдром пылающей щитовидной железы. С какого возраста нужно привести ребенка на УЗИ щитовидной железы? 10 лет положено сделать УЗИ щитовидной железы, и я думаю, раньше не стоит. УЗИ щитовидной железы какие патологии выявляет? Как я уже сказал, увеличение щитовидной железы, как компенсаторное при недостатке йода. Потом воспаление может быть щитовидной железы. Плюс с возрастом развиваются различные узловые образования. А узловые образования – это всегда риск озлокочувствления. То есть чем раньше мы их выявим, тем будет проще справиться с этим наполеванием. Щитовидная железа – крайне важный орган эндокритной системы. А УЗИ щитовидной железы – это быстрый, доступный и точный метод обследования. Не забывайте об этом. Только сначала проконсультируйтесь с врачом. Помните, когда тело здорово, душа поет. А мы благодарим клинику Чехрановых за помощь в организации съемки. Друзья, вот мы опять в студии программы «Есть Тодей». Напоминаю, что у нас в гостях Лариса Шапошникова. Музыкальный работник дошкольного отделения школы номер 11. И сегодня мы в день, в профессиональный праздник, хотим все разузнать у тебя. Что значит быть педагогом дошкольного образования? Вот мы с Ваней так много рассуждали о формировании души. Вот кого встретит ребенок прежде, от кого получит первые знания. Тот человек и повлияет на саму сущность, на саму личность. Так ли это? Или вот мы сейчас просто пафосные речи рассказывали, а ты со стороны уже своей профессиональной думаешь иначе? Да, наверное, я иначе не думаю. Даже скажу так, что, возможно, у меня будет такая стандартная мысль. Кто такие воспитатели и работники дошкольного образования? Это те, кто сеет разумное, доброе, вечное, но при этом еще и воспитывают детей, и дают им все то, чем, возможно, дети еще в силу своего возраста не научились в своей семье, дома. А, возможно, у кого-то просто на это не хватило времени. Ваня? Ну, тут же есть какая-то связь с музыкой, да? Ну, связь прямая с музыкой. Лариса, музыкальный работник. Потому что воспитатели, понятно, они осуществляют, ну, так скажем, бытовой уход, и как будто бы первично это закладывается. Пока некогда другим за детьми присмотр. Это, мы так понимаем, главную цель воспитателя. Но музыкальный работник – это уже дополнительное, это уже образование настоящее. И это еще и наступало в дите в творчество, в первую в жизни. Ну, сейчас маленькую поправочку несу, что воспитатели тоже проводят занятия, учат детей и о замматематики, и о зам чтения, литературы, и окружающему миру, и изобразительному искусству, и творчеству. Но, вы знаете, очень здорово, что в нашем государстве сохранилась такая должность, которая называется музыкальный руководитель. Несмотря на то, что, конечно, она оплачивается не так, как, допустим, другие специальности. Если нас смотрят в администрации, возьмите на заметочку, пожалуйста. Ну, я думаю, что это не от администрации, конечно, зависит. Но это замечательная профессия, которая нужна детям. Потому что все дети, они, наверное, от рождения музыкальные. Начиная с того, как мама поет им колыбельную, как они слышат первые звуки какой-то музыки на телефоне, в телевизоре, в мультфильмах и так далее. Детям очень нравится музыка. И вот, бывает, приходят малыши, это ясельная группа, это детки от полутора лет до трех, или вот трехлеточки, которые... И у них идет адаптационный период, когда детки плачут, плачут, когда им расставаться с мамой, конечно, это очень тяжелый процесс и так далее. Но все они замолкают, как только переступают порог музыкального зала, когда начинаются музыкальные занятия. Вот они сразу начинают петь и танцевать. Им так это все нравится. И даже те, кто, казалось бы, ничего не делал, они очень внимательно слушают, они внимательно вот прям впитывают в себя все и где-то там пытаются что-то повторять. У всех процесс этот, конечно, разный, но в той или иной степени слезы, по крайней мере, на этих 15 минут музыкального занятия, у них прекращаются однозначно. И вообще дети с огромным удовольствием ходят на музыкальные занятия. Вот так привыкание нужно. Не в группу к воспитателю отдавать, а сразу в музыкальный зал. Все будут бежать и забывать про маму. У меня есть два вопроса. Вот первый вопрос. Я почему-то думаю, что это так, но я дилетант. Я не раз видел видео, когда мамам беременным, будущим мамам, да, надевают на животики наушники, включают классическую музыку. Дети ведь уже слышат, будучи в утробе. Это как вы к этому относитесь? Это первый вопрос. Я мама троих детей, честно вам скажу, я себе классическую музыку на живот не надевала. Как-то вот не до этого было. Но я считаю, что в любом случае музыка на все влияет благоприятно. Ведь недаром же говорили, фермеры ставили такой эксперимент, когда коровам в коровниках включали классическую музыку и говорили о том, что повышаются удои. Наверное, мне кажется, нет ни одного живого существа на планете, который бы равнодушно относился к хорошей, качественной музыке. И вот здесь ключевое. Я считаю, что хорошая, качественная музыка. Любой музработник, как, опять же, привычно нам думать, он использует пианино в своей работе. Но и в последнее время, да, современные музработники, они используют большое количество фонограмм. Из колонок идет музыка. Но какая? Ведь это тоже важно? Конечно, важно. Вы знаете, дети в силу того, что они воспитываются в семье, конечно, они слышат очень много разной современной музыки. Та, которая нравится молодой маме или папе. Они ездят в машинах, собираются в вечеринки или ходят куда-то в гости к кому-то. И, конечно, там Хабибка, Егор Критый. Сейчас, простите, всех уже там и не вспомню новых современных певцов и исполнителей. Конечно, это им по душе. Они это очень любят. Но я не использую такую музыку, например, у себя. Я могла бы там поставить какой-нибудь красивый дискотечный танец, там, да, ягода-малинка, ох-охо-охо. И по теме как бы по осенней вроде, да? Но почему противник я этого? Потому что я считаю, что такая музыка будет преследовать его всю его жизнь. И так. Да, и так. То есть мне для этого и кому-то не надо для этого прилагать усилия. Он зайдет в какой-нибудь торговый центр и услышит там. Он придет на какую-нибудь там вечеринку или концерт и услышит там это. Он будет ехать в машине и услышит это. А вот хорошая, качественная музыка, классическая или специальная детская, вот эту музыку никто ему дома или в автомобиле специально ставить не будет. Ну, единичные случаи, когда родители на это делают акцент. Поэтому вот наше музыкальное занятие построено на том, чтобы дети воспитывали на детском материале. Это тоже миссия, я считаю. Я, кстати, вот сегодня буквально перед выходом на работу я увидел уже не первый раз, натыкаясь на ролики, есть такая доктор биологических наук Татьяна Черниговская, или Черниговская, точно не скажу ударение. И она говорит, что нельзя читать плохие книги, нельзя слушать плохую музыку, нельзя общаться с дураками, потому что все, что вот мы потребляем информационное, это все остается в наших нейросетях и потом выдает свои плоды. Поэтому тут, мне кажется, музыка вообще, мне кажется, это огромнейший пласт вообще нашей жизни. Иван, вы знаете, вот вы абсолютно правы. Ведь говорят же, что мозг дошкольника, он как губка. Вот до семи лет в голову ребенка можно упихнуть все, что ты хочешь. Это вот такой самый благоприятный возраст, когда, например, легко ребенка обучить иностранному языку, если этим заниматься, и давать ему слушать, легко привить какой-то музыкальный вкус, да, легко, не знаю, там дать ему какие-то художественные навыки и так далее, потому что вот он впитывает, впитывает в себе все. Поэтому, конечно, но с другой стороны, и в этом возрасте его мозг очень раним, потому что попадет туда какая-то, не знаю, бяка, и эта бяка может там тоже остаться и потом прорасти, и дать свои какие-то плоды. Поэтому нужно быть, да, очень аккуратным в выборе и литературы, и просмотра мультфильмов, и прослушивания музыки, и, не знаю, каких-то других дел. Сразу хочется обратить внимание на эти, друзья, две папочки, потому что Лариса, она не только музыкальный работник, она, я буду перечислять, где не права остановения, автор, композитор, поэтесса и вообще создатель, создатель настоящего детского контента, так называемых, и песенки, песенки и стишки. И ставишь ты по собственным сочиненным произведениям уже, да, там, этюды и какие-то... Небольшие театральные постановки. Да, постановки и прочее. Ты еще и пришла после того, как вот жизнь помотала, так скажем, пришла к детям вместе с рожденными еще и произведениями. Нет, Ирочка, все было немножко по-другому. Вернусь к вопросу, как я попала в детский сад. Коронавирус сыграл свою роль, я поняла, что надо идти работать по профессии, и я попала, пришла музыкальным руководителем в нашу школу. И именно эта профессия и привела к тому, что во мне проснулось то, что спало много-много-много лет, чем я уже давно-давно не занималась. И как-то вот она пробудила во мне эти нотки, эти струны, не знаю. И я начала сама по себе просто это делать. Потом необходимость в работе, знаете, как просто, когда у тебя чего-то нет, тебе это понадобилось, и ты можешь сам это быстренько сделать. Опаньки, и у тебя уже это есть. Можно нам что-нибудь прочитать или пропеть? А я тут уже прочитал. Так вот, папочки поделены. Ну, это мой альбом песенок-игралочек. То есть это не просто песенки, которые можно петь. В основном это все игры. Полезные, вы знаете, основным видом деятельности для ребенка-дошкольника является игра. Все, что ты хочешь дать ребенку, поиграй с ним в это, сделай это в виде игры, и ребенок это очень быстро воспримет. Поэтому это не просто песни, которые можно петь. Это, например, игра. Например, «Медвежонок». Это песенка массажек, когда ребенок массирует себе ручки, ножки и так далее. Мы сейчас с вами поиграем в другую игру. Подождите. В другую? Да, например, игра «Догонялка», когда ребенок узнает не только о том, как живут лягушки, но он еще и прыгает, пародирует лягушку. Например, ритмическая игра «Белки». Когда мы берем грецкие орехи, мы прыгаем, как белочка, и мы отбиваем ритмический рисунок. При этом, пожалуйста, посмотрите, сколько полезностей одновременно получает ребенок, только играя в эту игру. Тебе тут и музыкальность, и так далее. Ну и вот как бы... Хочу не слышать строки. Про белок? Ну можно и про белок, про что-нибудь. Вот, да? Чем-то... Ой, прям не знаю. Только рассказываю. Игра «Совушка». Долгое время лежала у меня, и я ее не брала. Мне казалось, что дети с ней не справятся. Это вот, знаете, такая игра по принципу «замри-отомри». Значит, смысл в том, что пока... Справимся. Значит, звучит голос солистки в песенке, дети двигаются, они зверики в лесу в ночном. Как только музыкально наступает такая, значит, то есть голос звучать перестает, просыпается сова, то есть она поворачивается и смотрит. В этот момент зверики должны замереть. Это море волнуется раз. Такие строки и музыкальные паузы, они не такие прям продолжительные. И я думаю, ну, дети, наверное, не будут успевать. Каково же было мое удивление, когда мы начали играть в эту игру. Ну, вы знаете, просто хит у детей. Их не знаю. Они приходят и мне говорят, а мы будем сегодня в совушку играть. А мы будем сегодня играть в совушку. Ну, например, строчки. Ночь пришла, тишина. В небе светит луна. Не души, все молчит. Только совушка не спит. Должна замереть, Ира. Подожди, еще совушка. Вот тут-то замереть должна. А уже? Пам-пам-пам, пабадам-пабадам. Потом. Пусть вокруг темнота, но все видит она. И следит, кто идет, даже глазом не моргнет. И опять пошла музыкальная. Значит, музыкальный проигрыш. Детки замирали. Ну, давайте вам сейчас из последнего. Сейчас мы с детками репетируем пальчиковую игру, которая называется «Барашки». Она похожа по принципу, вот как песенка «Десять негритят» или «Десять лунатиков сидели в луне, и вот один свалился, и там их осталось девять». И так далее. Вот и песенка такая. Давайте попробуем вместе со мной. Значит, барашки мы показываем. Барашка круглые рога, да? Пальчик мы оттопыриваем, круглые рожки идем. Пальчиковые игры очень полезны для деток. Вот это барашек, да. Значит, щиплет травку. Вот у нас травка, наши пальчики. Мы второй рукой щиплем травку, так? Потом, смотрите, букашки. Вот они летят у нас, букашки, они летают и жужжат, да? Ну, я хочу планировать на урок. Значит, смотрите, играем. У нас режиссер остановил нас, говорит, нужно нам срочно посмотреть рекламу, а потом мы поиграем, друзья. Смотрим рекламу на нашем канале. Друзья, мы букашки. Вот так, вот четыре крылышка. Четыре. Четыре крылышка. Детям тяжело, мы упрощаем иногда два крылышка. Так, 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 так. Это, друзья, Лариса Шапошникова у нас. Да, пальчиковая игра. И поем, и танцует. Без аккомпанемента вводим акапеллу. Итак. Три барашка. Бе-бе-бе-бе-бе. Вот теперь смотрите, какой адский труд для ребенка. Я представляю. Петь, показывать, не запутаться, успевать вместе со всеми, не перепутать. И мы здесь и мелкую моторику, и жесты, и речь у нас работает, понимаете? В общем, полное межполушарное взаимодействие обеспечиваем только в одной песенке в полторы минуты. Везде наука. А вот раз зашли мы уже про обучение, про какое-то развитие всестороннее, второй вопрос, который я хотел задать. Можно ли человека, который не имеет слуха, научить петь? Ой, ну это, наверное, все-таки больше вопрос к педагогу по вокалу. Они в этом деле разбираются больше. Опять же, что такое слух? Раз все, все оказываются музыкальные изначально, то, по идее, если правильно растить детей, то все бы запели. Вы знаете, честно вам скажу, я в своей работе не ставлю цели научить всех правильно петь, научить всех ритмично, четко выполнять движение какого-то там танца или еще что-то. Мне кажется, моя основная задача, чтобы детям это доставляло удовольствие, и им нравилось то, что они делают. А дальше уже ста взрослее, они сами решат. Или их мамы обратят внимание на то, кого отдать в музыкальную школу, чтобы он играл на инструменте. А кто займется с педагогом по вокалу, потому что у него замечательный голосочек. А кто будет прекрасным танцором и пойдет в какую-нибудь хореографическую студию и так далее. Мне важно, чтобы они унесли вот эту любовь к музыке, которая потом, я думаю, пронесется через всю свою жизнь. Когда, слушая какие-то напевы, мелодии, какие-то композиции, у него будет бурно работать фантазия. Вот еще можно вот так, можно вот так, можно вот так, потому что мы все это делаем. Мы иногда придумываем просто что-то на ходу. Ларис, говорят, музыкальный работник, ну, что он там, пришел 15 минут чего-то, подрыгался, чего-то спел, и это не так-то уж и сложно. Мне кажется, это... Да, вообще не так. Да, я думаю, что как бы бытует такое мнение, что вот как в басне у Крылова «Попрыгунья стрекоза» или «Это красное пропело», и вот что музыкальный руководитель – это такая «Попрыгунья стрекоза», которая вот спела, сплясала. Это на самом деле огромная подготовка, и плюс к тому 24 часа работы мозга, потому что твой мозг постоянно должен находиться в креативном режиме. И все время выдумывать. Да, ты постоянно думаешь, а как будет вот это, а как вот это, а что дети сделают здесь, а как придумать вот этот сценарий, а где взять мне вот этот костюм, а где мне взять вот этот, там, не знаю, старый пень, как он у меня там появится. То есть это нескончаемый поток энергии и идей, которые проходят через твою голову. Ну и плюс к этому еще добавляется основное – это написать конспекты к занятиям, переслушать тонну музыки, чтобы найти ту самую песню, которую будут твои дети петь. Ну, я говорю конкретно за себя, не знаю, может быть, у других музыкальных руководителей все абсолютно по-другому и проще. Огромное вам спасибо. Я завидую тем детям, которые учатся в дошкольном учреждении 11-й школы. Да, благодарю руководству. Держитесь, пожалуйста, за этого музыкального работника. Спасибо огромное за ваш вклад в детские души, в создание, за то, что вот так добросовестно, настолько добросовестно вы относитесь к своей работе. Сочиняете и эти души воспитываете. Успехов в работе, терпения и творческого неиссякаемого вообще потока. Спасибо. Спасибо большое. У меня есть буквально 30 секунд. Пользуясь случаем, я бы хотела поздравить всех работников дошкольного образования с нашим профессиональным праздником и пожелать вам, конечно же, терпения, здоровья, и чтобы все ваши задуманные, все ваши планы осуществились, но также, чтобы у вас дома было все благополучно. С наступающим праздником, будьте счастливы. Мы присоединяемся. Всех с праздником. Музыкалку уже 6 сетрадей купила. Вот сейчас наконец нашла, которая нужна. Вообще позитив, огонь. Ребенок? Ну, первый класс. Первый класс. Интересный будет опыт. Погода три дня хорошо стояла, это уже хорошо. У нас в сентябре обычно такая жара, а тут хопа, и было холодно-холодно, а сейчас такая сосновая жарка. И вам это нравится? Да. Супер. Не предсказанно. Еще в декабре тоже плюс 10 стояла, было вообще скатно. Переехала недавно, ближе к рабочим, в центре города. Радует, плюс, наводить порядки в это время минус. А почему? Ну, энергозатратно. Ребенка забрали с садика, идем на танцы. Месяц уже входим, уже подготовка у нас к танцам. В декабре у нас первое выступление уже будет. У меня внук родился. Так, а это первый внук? Нет, четвертый. Ого, так много-много. Это вообще хорошо, замечательно. Внучка и три внука. Итак, финал. А запах? Я не буду ни в чем себе отказывать. Возьму печеньку, дай пить чай. Хорошо, ты пока кушай. Гостю мы тоже накормили и с собой даже дали. В общем, поздновато, да. Оказались готовы печеньки. Вкусненько? Очень. Очень? Очень. Это прям... Пей чаек. Друзья, я напомню, что мы готовили, я готовила, и Ваня мне помогал, и с творогом от нашего постоянного друга-партнера Арсенинского молочного комбината, за что огромная благодарность. Всегда все получается. Поэтому, да, можно напечь печенье, распихать по карманам и идти в кинотеатр. Не очень, наверное, приветствует эту идею, но уже привыкли. В кинотеатр зачем идти? В субботу у нас буквально вот-вот уже до субботы осталось-то всего-ничего. Знаешь, какой стартует фильм? Знаю. Фильм. Фильм, но он не совсем фильм с актерами, там компьютерная графика, это такой... Анимационный фильм. Да, мультик, я не знаю, как это правильно назвать. Называется он «Трансформеры начала», где вы, если вы любители вселенной трансформеров, вы узнаете, как это все началось, про планету трансформеров, как... А в частности, про взаимоотношения Оптимуса Прайма, если вы в курсе, с Мегатроном. Вот так. Да? Да. Что я помню из трансформеров? Просто... Я помню слово «бамблби». А, ну вот это один из героев, да. И что это был Камара. Желтенький, да. Ну, он вообще разный мог форму принимать. Ну, вот Камару, да. Ну, они там меня, они могут, машина проехала, отсканировала. В общем, друзья, если вы так же ничего не понимаете, но ваши дети все понимают и ждут, то «Трансформеры начала» с этой субботы стартуют в нашем кинотеатре. Обязательно приходите, смотрите. Будет здорово. Ну, а мы с вами прощаемся. Да, всем спасибо за внимание. Ешьте печеньки, стрейте кино и оставайтесь с нами. И смотрите Телемикс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok